Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня сходила я по магазинам, скупилась на Лену на день рождения. Покажу, что купила. Значит, взяла вот такой вот сок, садочек, мультифруктовый. Дело в том, что у меня остался чек только с Сильпо и с колбасного магазина. Я не могу найти чек. Я, как обычно, потеряла СТБ-чек. По-моему, 30 гривен стоит такой сок. Это я взяла такие палочки, они такие очень вкусные. Молочный вкус такой классные. Копейки, по-моему, 6 гривен стоит. Так, шпроты тоже ВТБ. Вот такие вот. Что-то камера расплывается вроде. Так, тоже ВТБ огурцы. Если не ошибаюсь, 26 гривен. Мы их и раньше брали, такие хорошие огурчики. Так, тоже ВТБ. Вот такие вот вафельные ну, как коржечки. Хочу сделать, как бризольки такие. Между двух коржиков будет фарш. И обмакиваю яйцом мука. Получаются такие на длины похожи. Такие бризольки. Так, молоко. Обычно беру ягодинское. Ягодинского не было. Пришлось взять то, что есть. Фирма, но еще не брала. Попробуем. 23 гривны. Так же, как и агодинское оно стоит. Так, приправы. Мои любимые. Фирма Авокадо. Для шашлыка. Для курицы. Дальше. Укроп. Вот такой вот. 11 гривен. ВТБ. Стоит здесь 70 грамм. Такой свеженький. Пахнет хорошо. Может, салат куда-нибудь добавлю. Или для украшения пойдет. Так, это Лене побалую. Она сейчас пошла к стоматологу. Делает зуб. Делает зубки. Поэтому можно будет погрызть сухарики. Вот такие. Со смаком краба. Так. Артек. Вафельки такие хорошие. По 4 с чем-то. ВТБ. Снова на них акция. Потом в другой магазинчик зашла. Взяла свечки. Вот такие. 15 гривен стоит. Здесь 12 штук. Нам 10 лет. Поэтому нам как раз хватит. У меня есть, но они прошлогодние. И уже такие обгорелые и некрасивые. Яйца 2 десятка взяла на салаты. 3 банана. Это я их все убрала. Сейчас гляну. О чем они. Бананчики. Вышла на 25,22. За килограмм 33,99. 3 банана. Так, чтобы ничего у меня не упало тут. Дальше. Дома закончилась. Заканчивается. Вернее, гречка. Купила. Тоже не знаю я цену. Затем 3 апельсина. По акции. Сейчас в АТБ по 22 рубля. И взяла 2 грейпфрута. Это я хочу сделать такую фруктовую нарезку. Апельсины, грейпфруты и бананы. Киви что-то я не стала брать. Они какие-то там страшненькие. Да, тем более у меня Лена как-то не очень киви кушает. Так. Кстати, про киви. Когда-то где-то год назад. Ну, раньше ела киви. Нормально все было. Где-то год назад. Что-то купили мы киви. И я взяла буквально один кусочек. Короче, прошло минут 5. У меня начал опухать язык. И опухла губа. Я в шоке. То есть, получается какая-то аллергия. Хотя раньше не было. Но аллергия такая штука, что с возрастом появляется. Поэтому я теперь не ем киви. Даже смотреть не могу. Наверное, аллергия. Я говорю, язык опухой испугалась. Думаю, может сейчас еще дальше начнет прогрессировать. А если бы я целый съела, что бы было. Не знаю, короче. Так. Поехали дальше. Взяла сыр. Где-то на 40 с чем-то вышел. Сыр российский. За килограмм 143 гримны. Так. Фарша. Здесь килограмм фарша. 66 гривен за килограмм. Хороший. Всегда в одном месте беру. Я килограмм беру. Разделяю там на 2-3 пакетика. И в морозилку. Когда нужно. Достала и готовлю. Масло. Здесь 300 грамм. Сливочное. 72 процента. На развес покупаю. Так. Дальше. Что? Конфеты. Это в школу. Конфеты детям. У нас в классе 21 человек. Взяла разных. Всех по 21 штуке. И разделю на 21 пакетик. И Лена завтра понесет в школу. Отмечает свой день рождения. Чего тут набрал. Они тут разные. Помешиваю в один пакет. Голос пропадает. В один пакет. Вот такие вот капри сосательные. Называется так конфетка капри. Потом вот такие вот какие-то сосательные тоже конфетки. И там внутри орешек. Потом вот такие вот. Я так понимаю, они как жевательные. Но они не жевачки. Они тают. Такие вот со вкусом чего там у нас. Малинки. Малинковые. Так. А. И еще здесь рачки. Всех по 21 штучке. Здесь получается раз, два, три, четыре. Четыре вида получается конфеток. В одном пакете. Следующий пакетик. Вот такие конфетки. О, порвался как раз пакет. Вот такие вот конфетки. Шарм. Красного цвета. Потом вот такие вот. Тоже, как они называются-то? Франческа. Сейчас. Ой, что-то я мимо камеры. Франческа. Сказали, похоже на Рафаэлки такие. И они довольно-таки легкие. И недорого выходят. Так. Что тут еще в пакете? Что, тут два вида. Следующий пакетик. Здесь вышла вот такие вот. Как они? Красный мак. Мне они очень нравятся. И в прошлый раз брала олени. Тоже понравились. Потом всем вот по такой вот. Ну, они вышли там разные. Так. Неудобно одной рукой. И что еще здесь? Тут два вида, что ли. Ну да, здесь два вида. Красный мак и вот эти вот. Так, тут получается четыре вида. Плюс два, шесть. Семь, восемь. Восемь видов. Здесь такой шарм зелененький. И такие лимонные. Уже десять видов конфеток. И вот такое вот. Оно как птичье молоко. Вот такие вот. Ну, думаю, будет достаточно. Еще можно было бы, конечно, мандарин. Но мандарин, наверное, дорого. Двадцать одна штука выйдет. Ну, короче говоря, вот эти вот все конфеты. У меня вышли ровно на сто девяносто восемь гривен. Почти на двести гривен. Так, поехали дальше. Майонез. Две пачки вот таких вот больших. Тридцать три гривны. Одна пачка стоит. Я взяла две на салаты. Я буду делать оливье. Скрабываем палочками. Что у меня там еще? Селедка под шубой будет. И все. Три-три салата. Я еще хотела сделать лесную поляну. Ну, не знаю. Возможно, сделаю. В принципе, филе у меня куриное там есть. Можно, я не знаю, как идет в лесную поляну. Надо посмотреть в интернете, как оно там делается. Когда-то у мамы кушала, понравилось. Что-то мне кажется, то куриное филе идет. Ну, потом посмотрю. Так. Докторская колбаса на оливье. Вот такая вот. Она так и называется у нас в магазине. Оливье. Вот тут. Сейчас покажу. Оливье. Она такая, ну, тугая, тверденькая. На оливье классно очень. Дальше. Вот такой вот на нарезку взяла пепперони. Ну, мы ее постоянно берем. Тверденькая и вкусная. Так. Дальше. Значит. В ТБ взяла грибы. Чуть-чуть такие страшненькие. Но думаю, чтобы больше никуда не бегать, возьму их. Значит, за килограмм. Что-то у меня камера плохо фокусируется. О, о. За килограмм 47,95 вышла пачечка на 21,58. Короче. Выхожу с ТБ. Буквально захожу там за бок дома. Стоит мужичок, продает грибы. То есть, эти 47, а он продает по 30. И грибы получше выглядят, чем вот эти вот. Ну, такие нормальные. Ну, думаю, ну, еще возьму. Что? Так что, может быть, даже сделал какой-то салат еще с грибами. Или сделаю их, типа, как маринованные грибочки. А, еще я буду, кстати, пиццу делать. И как раз в пиццу тоже пойдет. Ну, решу. Еще пока я не решила, что с грибами делать. Так, дальше. Дальше у меня селедка. Я взяла филе селедки на шубу. Что-то мне... В прошлый раз я делала Новый год шубу. Что-то у меня плохо получилось. Там все равно косточки попадались. Вот эти вот, когда хребет достал. И в спинке у селедки там косточки мелкие. Все равно что-то муж плевался потом этой шубой. Ну, не то, что плевался, но косточки попадаются. Это решила я взять филе. Оно уже без костей. Здесь 4 штучки. Вернее, 2 двойных. Так, и одну селедку на нарезку. Сделаю рыбную нарезку. Тоже разделаю на филе. Еще хотела взять скумбрию, но не завезли. Говорят, будет вечером. Придется вечером еще бежать в магазин за копченой скумбрией. Сказали, ее привезут. Цена будет 138 за килограмм. Так, дальше. Дальше что тут? Печеночки взяла куриной. Полкило. Ну, это не на день рождения. Это так. В морозилку кину, чтобы на черный день, так сказать. Так, дальше. В Сильпо продают вот такие вот сосиски. Ситра моя говорила, что хорошие. Брали они. И недорого стоят. У меня даже есть этот самый чек. Сейчас я посмотрю. Чек с Сильпо. Сейчас я гляну. Сейчас я его так не вижу через камеру. Сардельки вышли на 62 гривны. Цена за килограмм 67. Называются они «Затрань молочные». Здесь почти что килограмм. Вот, 984 грамма. Говорят, хорошие. Ну, сестра обманывать не будут, поэтому... Ну, закину в морозилку тоже на черный день. Вот так вот раз сосиску разморозил. Вернее, сварил. И есть что покушать. Там, если Ленка со школы прибежала, что-то переходить. Так, дальше. Ну, это лук. Почем нынче? 4,44. Так, огуречек один взяла. Он вышел. И, блин, взяла в этом самом Сильпо. А потом пошла в ЭТБ, а там дешевле гораздо. В Сильпо за килограмм... А, 67. Ну, ВТБ примерно так же. А что-то у меня камера плохо... О, наверное, свет что-то не хватает. 14,69. Один огурчик вышел. Ну, может, в крабовый добавлю. Скорее всего. И, может, я буду делать бутерброды со шпротами. Может быть, положу на бутербродики. Ну, как бы так украсить. Так, и в Сильпо окорочки я не собиралась вообще-то покупать. Но сегодня зашла и там акция по 40 гривен. 40,99. Здесь 6 окорочков. Вышло на 95,92. Разделю на 2 пакета и в морозилку пускай лежит. Так, еще в колбасном взяла вот такую вот колбаску. Печина на дровах называется. Ее я использую для пиццы. Не знаю, вся вряд ли уйдет на пиццу. Ну, ничего, скушаем. Так, яблочки. Golden. По 18,99 килограмм. Здесь на 20,43. Лена, на самые любимые яблоки. Так, ничего ли я не упустила. Хлеб. Был 10,50. Сегодня зашла уже 11. Подорожал. Томатной пасты, по-моему, если не ошибаюсь. Я себе пропустила. Привезли нашу пасту. В прошлый раз мы брали другую. Ой, не помню. В предыдущем видео там показано, какую фирму брали. Ну, гораздо хуже, конечно. Все-таки эта томатная паста у нас на первом месте. Самая классная. Она насыщенная, концентрированная. И прям темный цвет. И густая. И надолго ее хватает из-за того, что она концентрированная. Ну, короче, сегодня привезли. Я взяла. Она, правда, подороже. 25 гривен стоит. Но качественная. Так, ну, вроде бы и все. Ага, забыла еще вот эту вот показать. Такая штучка. Сто лет ее не брала. Ну, такая на хлеб намазать. Надо еще будет купить багет. Такая вот намазка. Лена попросила. Она говорит, помнишь, когда-то были у нас такие... Что-то у меня камера плохо фокусируется. Вот такое. Ну, о, вроде нормально. Раньше, говорит, мама, помнишь, такая была? Мы на хлеб мазали. Ну, говорю, помню. Поискала, есть. Сильбо нашла. Что-то на фигню. Она стоит там 20 или 20 с чем-то гривен. Ну, попробуем. Надеюсь, есть можно. Икрой не покупала, потому что это и так будет слишком дорого. И так я на это все потратила. Вот даже не знаю. Из-за того, что ВТБ я чек потеряла. Вернее, в разные магазины заходила. Ну, примерно я где-то потратила 1400 гривен. Примерно так. Вроде ничего не пропустила. Вот такие вот у меня сегодня покупочки. Водичку я купила. Возможно, еще надо будет подкупить. Вот тут она стоит. Но я еще сварила целую кастрюлю. Сколько у меня они, по-моему, 5 литров кастрюли. Компот. Вишнево-смородиновый. Вот у меня бардак чуть-чуть, конечно, плиту уделала. Компотик готов. Все это надо будет помыть, вычистить. Так, вечером мужа тогда пошлю, наверное, за скумбрией. И, может быть, еще для гостей пиво подкуплю. Не знаю я еще, что они будут пить. Сестра вино принесет. Мама принесет. У нее своя там водка. Но мы-то не пьем. Совершенно не пьем. Не, ну я пью там пиво, шампанское такое что-то там. Даже вино не люблю. У меня что-то изжога от вина. Короче, вот так вот. Сегодня частично готовлю. Буду доготавливать завтра. Будем завтра праздновать. Вот такие вот у меня покупочки. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Заходите на канал. Всего доброго. Пока-пока.